I'm so under you, I can barely breathe по фильмам, мы смотрим только голливудские фильмы где снимают только в Голливуде или даже снимают в самых красивых больших городах а на самом деле в США сколько штатов сколько разных мест я просто взяла как будто все места как Нью-Йорк я думала все места как Лос-Анджелес я думала вся Америка такая когда мы по контракту проехали по работе начали во Флориду во Флориде самые очень популярные города это наверное будет Майами и Орландо это из-за того что она ус slide ну Майами это Майами а Орландо популярен тем, что там есть один из самых не то, что один из самых самый большой Disney World но во Флориде еще естьois город там где я живу это Пенсакола Пенсакола не такой уж большой город, но он исторический город но когда я приехала я что-то не поняла я ждала большие здания сразу я же ждала Нью-Йорк, я же ждала так Так, где Лос-Анджелес? Где большие высокие пальмы? Просто почему я решила на эту тему с вами поговорить? Просто дать вам рисунок Америки, например, что я ожидала и на что на самом деле реальность. И не только буду рассказывать про жизнь, как у меня, просто я хочу сказать такие моменты в США, их, можно сказать, типа культуре, чтобы вы понимали американцев, либо же понимали жизнь в Америке. Я записала себе немножечко такие заметочки, чтобы вам быстро говорить. Первая заметка, это, наверное, то, что я сразу сказала, это первый раз, когда ты прилетишь в Америку, ты сразу побежишь к культуре, жареные крылышки, франш-файз, и думаешь, вот это да! И будешь есть это три месяца, и ты ожиреешь. Потому что ты в шоке, потому что ты никогда такую вкусную еду не ел. Такой вкусную, но такую нездоровую пищу ты никогда еще не ел. Мне кажется, в Америке как раз-таки из-за этого, кстати, это их номер один проблема в Америке, то, что ожирение, это их номер один проблема, то, что из-за вот этих фастфудов, они просто полнеют. И иногда просто нельзя отказаться от этой еды. Еда это один из наркотиков, знаете, что можно просто с ума сойти и просто... Да, у нас было такое дело, что вы можете наши фотографии посмотреть, да, было дело. Мне лично очень понравилось это жареные крылышки. И вот пожарили мне, получается, вот... Кушаю я с кетчупом. Ммм, какая вкуснятина, ребят. Если честно, надоела потом. Ну, конечно, я поняла, что я пополняла на несколько килограмм. Щечки появились и думала, ах, Америка. Ммм. Ну и перестала кушать. Но потом... Ну, я начала искать реальную еду. Знаете, что случилось? Я не смогла найти. Не во всех больших магазинах есть нормальные, натуральные, органические, точнее, органик, как бы, продукты. Нужно реально идти в специальные такие магазины, как, мне кажется, многие знают. Whole Food есть, еще есть у нас Fresh Market, там, где продают в основном, как бы, органик, точнее, натуральные, с фермы, которые без всяких химикатов, которые все нормально. Так что первый совет. Если ты собираешься ехать в Америку, поменьше ешь бургеры, поменьше ешь крылышки. Попытайся идти в рестораны и заказать нормальную еду, и не кушать всякое жареное. Жареное – это нехорошо. Вот. То, что ты должен знать перед приездом в Америку. Так, следующее, что я думаю для тех, кто собирается в Америку, чтобы они даже просто знали, это очень важно, это иметь обязательно всегда с собой ID. ID, либо же, ну, как бы, паспорт. Ну, конечно, у вас не будет ID, будет паспорт. Паспорт всегда должен быть с собой. И вторая вещь, которая тоже очень важна, что у тебя должен быть имейл всегда. Имейл всегда спрашивают. Они не будут спрашивать, там, где твоя социальная сеть, или там этот. Если ты будешь, например, подавать на работу, подавать этот, всегда тебе очень важно иметь серьезную, нормальную электронную почту. Потому что электронная почта – это очень важно. Так как я раньше вообще электронной почтой не пользовалась, потом, когда я приехала, когда они спрашивали постоянно на мою электронную почту, думаю, что они спрашивают, что они хотят. Потом поняла я, насколько это важно. Почему важно? Просто они будут отправлять тебе, например, элементарно расписание, могут отправить важные документы, которые тебе нужно подписать, которые все уйдет на электронную почту. Так что электронная почта очень важна. Еще одна вещь, которую, я думаю, должен каждый знать, если ты начал жить, либо собираешься жить в Америке, это очень важно иметь кредитную карту. Как начать строить твою кредитную историю? Кредитная история здесь в Америке очень важна. Например, если ты хочешь купить дом, если хочешь купить машину, они будут смотреть, какая у тебя кредитная история. Кредитная история означает, например, ты вот взял на кредит что-то, да, и по кредитной истории ты можешь знать, ты вовремя платил, либо же опаздывал, и по этому расчету они могут знать, насколько ты ответственный, и поэтому у тебя там будет целый скор, то есть point, или как там можно сказать, сколько у тебя очков, насколько ты платишь нормально вовремя, насколько ты ответственный человек, насколько у тебя постоянно платеж идет, и поэтому они могут посмотреть на это, и потом тебе дать что-то в кредит. Они могут взять и дать тебе кредит, знаете. Поэтому очень важно, например, завести кредитную карточку, и начать уже работать над своей кредитной карточкой. Конечно, тебе не обязательно тратить, но иметь кредитную карточку, чтобы у тебя была история, если в будущем, например, захочешь взять кредит на учебу, а что большую сумму, чтобы дали тебе кредит, у тебя должна быть хорошая кредитная история. То есть должна быть история того, что ты вовремя что-то платила, что тебе достаточно денег что-то платить, и, короче, все вот это вот очень важно, чтобы в дальнейшем жить в Америке, потому что кредитная история одна из самых важных. Еще одна вещь, которая, я думаю, это очень важно. Иметь medical insurance, то есть медицинскую страховку. Ребят, здесь что-что, хоть умри, будет очень дорого. У тебя очень, как бы, вот такая ситуация, скорая помощь нужна, будет дорого. Тебе лучше в скорую помощь вообще не идти, если у тебя нет медицинской страховки. Лучше вообще не болеть, если у тебя медицинской страховки нет. Во-первых, медицинская страховка здесь очень дорогая. Конечно, можно найти, например, если ты мало зарабатываешь, можно по твоей зарплате как-то подобрать такой тип-тип медицинской страховки. Вот так тоже можно. Но на так это всегда все дорого, конечно. И здесь, например, ты парацетамол или там асферин или такой антибиотики просто так не купишь. Конечно, можно заказать в русских магазинах в Нью-Йорке или в Калифорнии, твой любимый парацетамол. Конечно, можно онлайн даже заказать. Но а так здесь просто так не купишь. Нигде не продается. И, например, ты заболел, ты вот антибиотики нельзя взять купить. Там, конечно, есть... Я помню, когда первый месяц, когда мы прилетели сюда, мы, получается, жили со всеми студентами, и Алина очень сильно заболела. И мы думали, так, она болеет, у нее температура, что будем делать? Хорошо, что мы с Виталиком, с моим мужем, познакомились в то время. И Виталик нам помог найти много чего, и он нам подобрал даже таблетки, которым нужно пить. Там, хотя, ходит без антибиотиков, но были такие хорошие, нормальные такие лечащие простуду. Короче, мы как-то вылечились. Но просто хочу сказать, если у тебя нет страховки, то очень дорого. У нас даже была такая ситуация, что один из студентов... Вы студент, какая у нас медицинская страховка? Вроде бы по контракту говорили, что у нас, типа, есть страховка, но на самом деле не было. Непонятно, короче. В общем, этот мальчик до такой степени заработался, что прям без всяких выходных, просто вот 10 часов в день. Просто к с ума садил, работал, а он еще готовый, он был поваром. И один день он просто сознание потерял. И позвали, конечно, скорую помощь. Кстати, хочу вам сказать, если в Америке ты зовешь скорую помощь, не только скорая помощь придет. За этой машиной пойдет пожарная. Точнее, пожарная, мне кажется, первая проезжает вначале, а потом уже за медицинская помощь. Короче, там такие... такой ажиотаж. Три машины аж прям ради одного человека. Вот. И за это, мне кажется, это тоже дорого стоит, потому что тебе нужно платить за пожарных, которые потратили время, к тебе приехали. Или даже еще одна эта машина. Так что, если ты зовешь emergency, то есть, если ты зовешь скорую помощь, это, хочу вам сказать, если у тебя нет медицинской страховки, будет очень дорого стоить. Потому что один ambulance, точнее, этот басик, бас, который для скорой помощи уже стоит 900 долларов минимум. Потому что пожарная, пожарная, вообще огроменная машина. Так что, если ты зовешь без медицинской страховки скорую помощь, будешь платить всю жизнь. Такая шучу. Ну, в общем, просто хочу сказать, что дорого. Типа, лучше иметь медицинскую страховку здесь. Это очень важно, иметь медицинскую страховку. Здесь, что круто, например, если с тобой что-то случилось. Например, с тобой случилось что-то со здоровьем. Ты не знаю, кто-то тебя бьет, муж бьет или там что-то такое. Или же ты застрял где-то, тебе нужно спасать. На это есть только один номер. Это 911. Который очень важен, который ты должен просто запомнить. То есть, если что-то происходит, конечно, сразу же набрать 911. 911, все. Тебе, получается, все помогут по всем жизненным ситуациям. 911 и все. Так, как развить свой английский язык? Например, скажем, вы приехали в Америку жить на несколько месяцев. Либо же вообще реально жить-жить, да? И, например, если хочешь ты развить английский, это очень-очень важно завести американца друга. Либо просто как бы разговаривать побольше с американцами. Поэтому у многих, мне кажется, здесь бывает такое, что... Просто я встречала таких людей, которые уже столько лет живут в Америке, но английский все еще не до такой степени идеальный, что они, конечно, понимают и всякое такое, но они не до такой степени идеального уровня английского. Это чисто из-за того, что они никогда не покидали свою комфортную зону. Комфортная зона. Good question. Это означает, что, например, ты общаешься с американцами, но ты относишься к ним просто как к американцам, а больше всего, конечно, хочется поддержать свой, как бы, русский постоянно, и ты только среди русских, только с русскими встречаешься. Как бы ты таким образом не будешь развивать свой английский. Это ты никогда не поймешь, как на самом деле жить в Америке. Во-первых, американцы, если у тебя будет друг американец, он тебе поделится с его видением на жизнь, как он видит Америку. А не так, как ты только приехал, и ты ненавидишь Америку, потому что ты такой патриот, ты любишь свою родину. Мне кажется, это очень важно завести друга американца, чтобы видеть эту Америку глазами американца чуть-чуть. Просто, знаете, вот делиться мнениями. Так что, если ты живешь в Америке, я хочу посоветовать тебе сделать шаг вперед, выйти из комфортной зоны и немножко, как бы, немножко, как бы, разнообразить свой английский. Общайся с американцами побольше, заведи друзей, попытайся их понять, сделай себе такой челлендж, то есть, сделай себе вызов, то, что ты такой, как там, Даша, как же ее звали, мультик? Даша первооткрыватель, как же ее звали? В общем, ты просто хочешь узнать что-то новое и просто сделай себе такое задание. Так, я хочу побольше узнать про американцев. И мне кажется, таким образом ты, во-первых, поймешь, что за на самом деле культура американца, не то, что глазами человека с другой стороны, а именно вот вникнуть их культуру и понять, что происходит. Следующий пункт, который я добавила сюда, это когда вы приедете в Америку, у них есть такая, можно сказать, культура, либо же вид поведения, это постоянно тебе улыбаться и фейково, фальшиво улыбаться, постоянно улыбаться. Та-та-та-та, ты такая красивая! Ой, мне так нравятся твои туфельки! Ой, мне так нравится твоя сумочка! Ой, where did you get this? Где ты взяла твою сумочку? Конечно, это не касается Нью-Йорка. Я, короче, в прошлом году была в Нью-Йорке. Не знаю, у нас во Флориде, здесь я живу, здесь очень все вежливые. Они все вежливые, такие, постоянно улыбаются. Если улыбнешься, они тоже улыбнутся тебе обратно на эти. Они посмотрят тебя, типа, что улыбаешься? Они будут тебе говорить так. Здесь все дружные, типа, ну, просто это вежливость. Такая фальшивая вежливость. Как сказать, вежливость, но фальшивая. Вот такое. А вот в Нью-Йорке, так как она большой город, и может все равно быть вежливым или невежливым. Так что в прошлом году, когда мы сидели в кафе или в ресторане, я не помню, единственный человек, который постоянно говорил thank you, была я. Да. Я была, наверное, самая вежливая. Я такая говорю, здравствуйте, спасибо большое. Я постоянно этой официантке говорила, спасибо, ты такая классная. А эта официантка даже не выкнула вообще. Она такая, окей, окей. Я такая думаю, вот это грубиянка. Потом Алина говорит, сразу видно, что ты не с Нью-Йорка. Я говорю, а что? Я просто вежливая. И все, пытаюсь быть nice. И все. Но потом я поняла, что просто в Нью-Йорке, мне кажется, до такой степени жизни в темпе, и им уже все равно быть nice или не nice. Все берут то, что хотят, быстро-шустро, и им не надо тратить время быть вежливым. Так что я насчет Нью-Йорка, наверное, сделаю исключение. А так, американцы в основном очень вежливые. Они постоянно улыбаются. Еще одна вещь, которую ты должен знать, живя в Америке, либо же собираешься жить в Америке, если ты собираешься приехать, то есть, что полиция твой лучший друг. Полиция всегда тебе поможет. Не знаю, я здесь в Америке чувствую с полицией эту такую степень безопасности, что вот прям... Я обожаю полицию. Во-первых, я их уважаю, потому что они не коррупционеры. Это раз. Потому что они не берут взятки. Они всегда тебе помогут, хоть по каким, не знаю, хоть по каким вопросам. Всегда они тебе помогут. Даже когда зовешь, например, emergency, скорую помощь, иногда бывает, что полиция приезжает даже. Если какая-то там реально большая проблема, даже полиция может приехать. Так, следующий очень важный пункт, который, мне кажется, тебе очень важно знать, если ты собираешься приехать в Америку. Например, какой штат выберет жить? Это очень важно, потому что в каждом штате есть свои правила. В каждом штате есть свои таксы, точнее, свои, как там, налоги. И налоги могут быть высокие, конкретно как Калифорния, как Нью-Йорк. У них действительно очень высокие таксы. Один высокий, наверное, это Калифорния, потому что там у них, наверное, 9%. И просто если хочешь спросить, где, типа, где дешево жить, наверное, есть очень много штатов. Один из них, там, где я живу, такая, на будущее, может, приеду в Калифорнию, именно в Балей или в Сан-Франциско. Если у тебя мечта большая, и ты хочешь реально это достичь, я бы, конечно, сразу выбрала большие города. Потому что большие города, это, мне кажется, будет большой вызов тебе, как выживать, и ты на самом деле поймешь, как ты будешь выживать. Просто есть столько, например, людей, я встречала, которые вот приезжали в Америку, в Америку и начали жить, начали жить в большом городе, как чуть-чуть маленькие трудности, просто сдавались и обратно ехали домой. Или же просто, если ты реально хочешь жить в Америке, если ты хочешь реально развивать как личность, не только как иммигрант, или же не только как студент в Америке, а именно если хочешь жить в Америке, мне кажется, это очень важно, что это все зависит от тебя. Потому что только ты можешь поставить свои правила, или только ты можешь составить себя работать, и только ты себя можешь заставить что-то делать. Не просто сидеть, не просто плакать, или там, просто быть в Кэпче. Например, если хочешь учиться, я бы точно сделала бы много-много researches, то есть сделала бы очень много-много поисков в интернете, везде, как можно делать. Пошла бы спрашивала, поспрашивала, как можно этот. Потому что нету такого, что нету недостигаемого. Всегда можно достичь чего-то. Мне кажется, это очень важно, это сила воли. Сила воли это очень важно. Особенно если ты думаешь, о, у меня английский не до такой степени еще хороший. Английский будет без проблем потом. Это не проблема. Мне кажется, проблема этого будет в тебе, потому что ты говоришь себе это, и ты не стараешься развивать в английский. Или же там, ой, у меня этот... У всех есть отмазки. У всех есть отмазки. Я могу тоже сказать, я хочу спать, я устала, потому что я работала 10 часов. Но я здесь час ночи, я вам снимаю видео, потому что мне это нравится. Я это люблю, потому что я люблю свой YouTube-канал, и я хочу действительно развивать свой канал. И я действительно хочу работать, как пьюти-блогер. И это очень важно, мне кажется, сила воли. Как ты заставишь, и как ты видишь эту жизнь, с какой стороны. Так что насчет учебы, даже если ты живешь сейчас не в США, если ты живешь в других странах, но ты хочешь сюда приехать, я бы точно поискала бы, в первую очередь, походила бы в разные агентства. Всегда найдется хорошая сделка. Насчет учебы, насчет просто приехать. И, конечно, зависит... У меня лично была проблема, когда перед тем, как приехать, сюда это финансовые деньги... Ну, не финансовые деньги, а как бы финансы. Финансовым можно, мне кажется, как-то, конечно, он сет с нашей экономикой, особенно вот в Кыргызстане бывает, что не все офигенно зарабатывают. Экономика просто... Да, и... Ну, ничего. Можно что-то придумать. Можно что-то придумать. У нас даже были девочки, которые в кредит взяли деньги, что потом отплатили обратно, знаете, в течение двух месяцев. Или можно что-то придумать, обязательно. Но начните с чего-то. Пойдите в агентство, поспрашивайте, спросите, не знаю, про учебу. Даже если не получится сразу в Америку приехать, может быть, у вас получится поехать вначале в Европу, а потом с Европой сюда. Или же, не знаю, каким-то образом. Просто хочу, чтобы вы знали, что в Америке жить в разных городах это чуть-чуть по-другому. Что, например, в Калифорнии, в Калифорнии там очень много микс людей. Там есть много как бы разговаривающих на испанском, которые приехали с Мексики, которые... Там очень мало видишь реально белых людей, можно сказать, да? Во Флориде, там, где вот я живу, здесь побольше белых людей. В Нью-Йорке это 50-50. Там, в Нью-Йорке, мне кажется, город всех народов. Там можно встретить любого человека. Там можно азиатов, можно видеть всех, индусов, короче, всех-всех-всех-всех. Так что большие города имеют больше народа. А вот реальные-реальные американцы, наверное, это будет в маленьких штатах или же в маленьких городах. Еще одна вещь, что я заметила, после того, как я сюда приехала, что для меня было это открытие. Я, конечно, знала этому... Так, потом я поняла, что это на самом деле означает. Я говорю про акцент. Я думала, какой акцент? О чем вы разговариваете? О чем вы говорите? У вас, наверное, тоже самое было. Например, я с 1 по 5 класса у меня были книжки на английском, и они были британские-английские. И я учила британский. Я думала, какая разница? Я думала, просто разница в том, что есть там другие слова. Например, произносят одно слово другим словом. Я думала, вот это и разница между американским и британским. Я знала только одно слово, которое я думала, Единственное слово, которое отличается от американское и от британского Это I can't и I can't Я думала, наверное, вот это всё Но потом поняла, что это вообще totally different Это как бы вообще совсем другое произношение английского Те же слова, но британцы произносят английский по-другому Иногда бывает у меня, что я встречу британцев Я понимаю, что они не американцы Я говорю, откуда ты? И их можно понять, что у них британские У них вот по-другому Даже они как-то делают I can't, I'm sorry I'm sorry Would you like a cup of tea? Они, не знаю, просто рот делают такой И они разговаривают так А как американцы разговаривают Hey, how's it going? Like, what's going on? Like, our love Короче, они больше мягче разговаривают Мне смешно от себя В общем Но, раньше, если мы знали британский и американский акцент Есть ещё несколько других акцентов Австралийский и канадский Канадский я ещё, знаете, у меня бывают трудности Что я думаю, эх, я не знаю, как канадцы разговаривают Но, может быть, я пойму Я британский сразу вычисляю О, ты из Британии, да, боже Просто из Великобритании Скотланд Шотландия, может быть Короче, из Великобритании А вот с Астралии я начала различать После того, как я начала смотреть мою бьюди-блогер Её зовут Венди Я её смотрю Она австралийка И у неё английский совсем другой И из-за неё я начала понимать, что такое австралийский акцент Они тоже по-другому разговаривают Не знаю, я даже не знаю Я даже не смогу это произнести Ну, в общем Ещё одно открытие И что вы должны знать Может быть, вы уже знаете Это я, может быть, была такая Ну, короче Что есть, как те же слова на английском Что американцы произносят по-другому Есть, что британцы произносят по-другому Австралийцы и канадцы Ну, короче, всякое такое Что ещё написала? Ого-го Я, оказывается, забыла ещё вам сказать Есть ещё такой акцент Я называю её чёрный акцент Чёрный английский я просто хотела подчеркнуть Но у них вообще английский другой Конечно, не подумаешь, что российский Но у них реально английский совсем другой Они вот приходят иногда Говорят, сделай мне вот это, вот это И они так съедают Вот съедают Я думаю, что ты говоришь Я говорю, можешь разделить каждое слово И я тебе пойму Ну, я не знаю Они вот-вот съедают такое Вы можете... Мне кажется, чёрный английский Такой чёрный акцент, да Чёрный акцент Вы можете услышать во многих песнях рэперов Короче, во многих хип-хоп, рэп в музыке, да Там чёрный английский И вы можете понять, как они разговаривают Но вы должны знать, что не все американцы так разговаривают Ещё один есть английский акцент Который я вычислила только здесь Только во Флориде, мне кажется Здесь на юге, да, типа разговаривают Это люди реднеки И вы наверняка подумаете, о чём ты говоришь Я тоже не знала, ребята Я тоже не знала, кто такой реднеки Но я теперь знаю По крайней мере, знаю их акцент Реднеки, не только реднеки Все, которые южные американцы Разговаривают на английском Чуть-чуть тоже по-другому И у них есть такой южный акцент И у них английский чуть-чуть ломается Например, how you all Они произносят How you all What's up, girl Young Ну, не знаю Как-то странно разговаривать Такой Или, не знаю Мне так смешно Это значит акцент Тот же английский Просто произносит Кстати, это то же самое Я с юга Я разговариваю на крыском Чуть-чуть таким уклонами, да И это то же самое Здесь тоже такое же есть На этом всё, ребята Я просто чуть-чуть решила сделать Поговорить об этом То, что просто пришло мне в ум Я решила сделать note И с вами поделиться И если у вас ещё будут вопросы Напишите мне внизу в комментариях Я обязательно отвечу Либо же у вас есть такая Какая-нибудь тема Не обязательно должно быть Про жизнь США Что-то другое Можете даже про отношения Или про какую-то жизнь Не знаю На любую тему Напишите мне на комментариях А я обязательно сделаю видео Так что На этом всё, ребята Я пошла спать Уже час ночи Спасибо огромное, что посмотрели видео до конца Мне это очень-очень важно Так что Мы увидимся с вами в четверг С моим новым видео Так что Stay tuned Вот, ребята Увидимся на следующем видео Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok